Лисы давно являются одной из проблем жителей сел. Опасны не сколько они сами, сколько последствий их пребывания рядом с жильем человека. Насторожить может агрессивное поведение этих хищников и отсутствие страха перед человеком. Это значит, что лиса, скорее всего, больна бешенством. Ну-ка отпусти. Ну-ка отпусти, это мой чехол от лодки. Отпусти, говорю. Отпусти. Нельзя. По данным Министерства природы Рязани, за февраль-март численность лис составляла более 4200 голов. Сейчас это число может достигать около 10 тысяч. Беспокоящимся о судьбе этих зверей стоит знать, что вымирание им не грозит. Это такой пластичный вид, который может жить и в населенных пунктах, рядом с человеком. Он, в общем, приспосабливается. И уничтожить, так же, как вот и волк, к примеру, его невозможно. Отстрел можно вести до 95% очистенности. Мы даже не доходим до такого процента отстрела. Стоит отметить, что такой же закон у нас ранее действовал по отношению к волкам. В соседних же регионах, например, в Липецкой области, давно существует закон о выплате вознаграждения за отстрел лис. Спортивную охоту в Рязанской области на них можно будет вести с 15 сентября до 28 апреля. До этого времени будет проводиться снижение количества лис до одной особи на 1000 гектар. Силами специальных бригад и штатных охотников-лесхозов. Тушки можно будет сдать в районных ветеринарных станциях, где они будут утилизированы.